Здравствуйте! В эфире Юнивер Ньюз. Все самое интересное о Казанском федеральном университете и студенческой жизни. С вами Рима Занединова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Массовый забег. В Казани прошел Кросснаци 2012. Нешуточная борьба. Спартакиада среди первокурсников стартовала. Как получить книги. Библиотека. Инструкция к применению от нашего корреспондента. Кроссом Наци 2012 отметили казанцы день бега 23 сентября. Как проходило мероприятие, в котором приняли участие студенты Казанского федерального университета. Смотрите в репортаже Евгения Шевченко. Спортивная столица нашей страны Кросснаци как всегда прошел с размахом. Настоящая атмосфера, праздника и поистине спортивным азартом. В этом году в нескольких местах столицы Татарстана прошли традиционные забеги. Основной площадкой Кросса стала Березовая роща в поселке Мирном. Здесь стартовали жители Приволжского и Вахитовского района, ВИП-забеги, а также пробежались и студенты Казанского федерального университета, которые как всегда стали активными участниками забега. Я сегодня приехал сюда, чтобы принять участие в этих соревнованиях, чтобы пообщаться с ребятами, увидеться со своими однокурсниками, ну и опять же принять участие в общественной жизни своего института. В Кросснации я участвую уже со школы, и как бы это для меня уже такая неотнимаемая часть моей жизни. И каждый год я приезжаю, прихожу на Кросснации и всегда участвую в них. Я всегда уважаю и считаю традиции. Готовящихся к старту развлекали концертные программы и заряжали атмосферой настоящего праздника. Помимо забегов среди любителей прошли и профессиональные соревнования. Победителями забегов на 4000 метров среди женщин и мужчин стали студенты Казанского федерального университета Алсу Богданова и Евгений Клементьев. Целью моя стояла, конечно, победить, а просто участие. Но так получилось, что я оказался самый сильный здесь и выиграл этот старт. Евгения Шевченко, Руслан Юсупов, специалист Универньюс. Главное спортивное событие для новоиспеченных студентов стартовало. В минувшее воскресенье учащие СИКФУ открыли спартакиаду среди первокурсников. Как прошел первый день соревнований? Узнайте из нашего сюжета. Спартакиада первокурсников стартовала 23 сентября. В стенах родного университета ее иначе, как смотр спортивных надежд, не называют. Самые активные, спортивные и нежелающие сидеть на месте первокурсники начали борьбу за семь комплектов медалей в пяти видах спорта. Основной целью этой спартакиады – это пропаганда здорового образа жизни, любовь студентов к спорту, ну и в том числе и в явлении лучших спортсменов для участия в крупных соревнованиях в высоком уровне. Спартакиада открылась соревнованиями по многоборью и шахматам. Борьба разразилась нешуточная, но все участники подчеркивали, что в первую очередь для них важно участие, новое знакомство и любовь к спорту. Огромное спасибо организаторам данного соревнования, так как здесь мы не только играем в шахматы, но узнаем друг друга, находим новых друзей, отдыхаем, веселимся. Еще очень почетно выступать за свой университет, представлять его, играть. Есть какой-то стимул. Холик, потому что мне очень нравится, я такая атлетика. Просто так, да. Готовили там с первых дней, сказали, вот, вот, хорошо бегаешь, хорошо пресс, поэтому сразу пойдешь на спартакиадах. Так, поэтому сюда пришла. В этом году впервые к соревнованиям присоединился Елабушки филиал нашего вуза. Возможность на других посмотреть и себя показать чрезвычайно обрадовала студентов. И в Казань приехали сильнейшие спортсмены. Мы второй год в составе Казанского федерального университета. И первый год сюда приехали на спартакиаду первокурсников. Это первый наш выезд. Спартакиаду продлится почти месяц. И в течение этого времени любой желающий может прийти на соревнования и поболеть за представителей своего факультета. За ходом событий вы можете следить в наших новостях. Евгения Шевченко, Руслан Юсупов, специально для Универ Ньюс. Молодежь за честность. 21 сентября студенты в третий раз собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы борьбы с коррупцией в вузах. Более 80 представителей различных казанских вузов искали пути противодействия коррупции со стороны молодежи, а также обменялись идеями со студентами регионов Поволжского федерального огруга. Казанские студенты неравнодушны к проблеме коррупции и готовы внести свою лепту в искоренение этого порока общества. По результатам работы форума с 24 по 29 сентября пройдет первая школа социальных медиа. На прошлой неделе Казань стала столицей фармацевтики. На несколько дней в город съехались ученые со всей России и не только. В съезде фармакологов принял участие и Казанский федеральный университет. С 18 по 21 сентября в Казани прошло масштабное событие. Более 350 человек с разных уголков России и стран ближнего зарубежья приехали на съезд фармакологов обсудить самые актуальные проблемы в области фармацевтики. Казанский федеральный университет принял самое активное участие в лице сотрудников кафедры фундаментальной клинической фармакологии. И мы очень активно участвовали четырью устными докладами. Сотрудники сделали четыре устных доклада и два стенда постера. На съезде биологи обсудили важнейшие достижения в области клинической фармакологии, токсикологии, нейрофармакологии и других областей, связанных с созданием и действием лекарств. Доклады ученых из КФО были посвящены взаимодействию медикаментов и иммунной системы человека, а также индивидуальному подходу в фармакологии. Одно из выступлений освещало вопросы исследования лекарственных средств и субсидированного перечня. Эти препараты малоэффективны, к тому же могут быть опасны для здоровья. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ни одно из этих средств к широкому использованию. В противовес нашей ситуации, когда эти средства вводятся в субсидируемый перечень, то есть государство платит колоссальные средства, исчисляющиеся тысячами миллиардов рублей для обеспечения пациентов, очень малой доли пациентов от общей популяции. Съезд проходит раз в 4 или 5 лет. Основная задача, которую он решает, это подъем уровня науки для фармацевтической промышленности и для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны. Участие КФУ в таком мероприятии не случайно. Это достойные представители и продолжатели дела Казанской научной школы. Все новые подходы к созданию новых лекарственных средств как раз сейчас по большей части концентрируются именно в Федеральном Казанском университете, давно в созданной кафедре. Я думаю, для КФУ это очень многое значит. Это знаменует собой очень активное развитие нового ростка в Федеральном университете Институт фундаментальной медицины и биологии, к которому мы сейчас относимся. Алия Шарафуддинова, Руслан Исупов. Специально для Юнивер-Ньюс. В феврале этого года Казанский федеральный университет посетил профессора Страсбургского университета Александр Варнык. В прошлом выпуске мы рассказали о недавнем его визите уже в сентябре. В рамках него профессор также встретился со студентами магистратуры КФУ. Подробнее расскажет Кульнар Кашапова. 18 сентября профессор Страсбургского университета Александр Варнык вновь провел свой семинар по био- и хемоинформатике. В нем приняли участие не только специалисты из Москвы и Новосибирска, но также представители Страсбурга, Украины и США. В качестве слушателей на семинар были приглашены студенты, аспиранты, преподаватели Казанского федерального университета и других вузов Казани. Встреча проходила в неформальной обстановке. Присутствующие могли свободно обсудить с профессором интересующие их вопросы. Цель семинара – раскрыть все способы реализации студентов аспирантуры в области хемоинформатики. Задача заключается в том, чтобы ознакомить ребят, где эта область применяется, где они могут искать работу и как они могут использовать эти методы в тех проектах научных, которыми они уже занимаются. Напомним, что в феврале этого года активно обсуждался вопрос о создании магистратуры по хемо- и биоинформатике. Обучение должно проходить на базе двух вузов – в Казанском федеральном и Страсбургском университетах. Сегодня программа открыта. По словам Александра Варнака, результаты уже налицо. Та магистратура, о которой так долго говорили, она создана. Помимо этого, созданы еще две магистратуры по биоинформатике и по интеллектуальной обработке данных. Старший преподаватель кафедры органической химии Тимур Маджидов не понаслышке знает о возможностях обучения хемоинформатике во Франции. Он проходил стажировку в Страсбургском университете. Я могу сказать, что наши студенты не уступают, по-видимому, французским. Отделение хемоинформатики в нашем университете только начинает развиваться. Однако, несмотря на это, оно становится все популярнее среди студентов и молодых ученых. Подобные встречи помогут не только узнать больше о направлении, но и укрепить связь между Казанским федеральным и Страсбургским университетом. Хемоинформатика в КФУ идет вперед семимильными шагами. Интересно, что к печати готовится первый учебник. В газете «Казанский университет» вы сможете прочитать интервью с его автором Тимуром Маджидовым. Он рассказал, как идет работа над изданием, а также как развивается хемоинформатика. Желающие учиться в Германии собрались в 3 физической 18 сентября. О возможностях проходить обучение в одной из самых красивых стран, рассказали сотрудники университета, а также приглашенные гости. «Тило циники» рассказал ребятам о германской службе академических обменов ДАД. Это союз, в который входят более 300 вузов Германии. Специально для Татарстана здесь разработали две программы обмена студентами. Это Николай Лобачевский и Евгений Завойский. Об интересном проекте под названием «Тандем» поведала представитель из университета Регенсбурга. Суть программы заключается в том, что около 15 пар студентов Казанского и Регенсбургского университетов, так называемых «тандемов», проводят по месяцу в обоих вузах, занимаясь вместе изучением языка страны-партнера и работая над темой, которую каждый из них выбрал для себя. С началом учебного года свои двери открыла и библиотека. Несмотря на то, что ремонт все еще продолжается, работа идет полным ходом. Наступил сентябрь, и толпы студентов отправились в паломничество святая святых в библиотеку имени Николая Ивановича Лобачевского. Кто-то хочет получить читательский билет во взрослую жизнь студента, кто-то замолить грехи не вовремя сданных книг. В ряды желающих попасть в библиотеку сегодня включимся и мы. Наша цель – получить книги. Со стороны может показаться, что эта миссия невыполнима. Но все реально, если знать маленькие хитрости. Легче всего пойти со своей группой, получаясь книги централизованно, намного проще. Библиотека – это слаженная система, поэтому имеет смысл приходить в нее подготовленным. Со списком литературы, терпением и искренней улыбкой. Эмоциями с нами решили поделиться те, кто уже получил книги из заветного списка. С сегодняшнего дня у меня начнется интенсивное обучение. И думаю, я много извлеку из этих учебников. Надеюсь, сохраню эти книжки в должном виде до конца учебы. Это вообще очень замечательно, потому что всегда есть возможность получить образование на дому. Получить книги – не единственный квест, связанный с библиотекой. Он влечет за собой еще как минимум один – книги сдать. Причем сделать это нужно в срок, оговоренный в читательском билете. А иначе… У нас существует альтернатива. Значит, они платят штраф за задержанную книгу или просто лишаются права пользы абонементом на срок задержки литературы. Как видите, если подойти к процессу с умом, получить книги из заветного списка литературы очень просто. О том, чем же еще заняться в библиотеке и как это сделать максимально быстро и правильно, узнайте в нашем следующем выпуске. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров. Специально для Универ Ньюз. Сегодня вечером в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится второй премьерный показ нашумевшей оперы «Турандот». О том, как проходила подготовка к постановке Джакомо Пучини. Смотрите прямо сейчас. В минувшую пятницу прошла генеральная репетиция самого ожидаемого события осени. Второй премьерный показ оперы «Турандот» будет представлен искушенному зрителю уже сегодня. В этом году на роль принца Калафа был приглашен актер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко – Битрий Полкопин. Для него премьера вдвойне волнительна. Одна из сложнейших опер Пучини. И это последняя опера его. И это, скажем так, крепкий орешек. Для любых голосов, которые в этом спектакле участвуют, для всех центральных голосов, это очень сложный спектакль. В музыкальном плане и в вокальном плане. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Сюжет оперы строится вокруг истории любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа. Режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе представит оригинальную версию оперы. Если сказать об основном, таком, отличительной черте нашего спектакля от других, Турандот – это то, что мы будем играть его без дополнения, которое было написано после смерти Пучини Гайдана Альфана. То есть мы играем только то, что написал Пучини. Турандот ставится в Казани впервые. Сложное исполнение оперы, огромные декорации весом в пять тонн и интернациональный состав исполнителей – все это позволит сделать постановку уникальной. Я думаю, что спектакль поразит зрителей, потому что он очень масштабный и замечательный режиссер Михаил Панджавидзе. И поэтому я думаю, что этот спектакль должен произвести фурор. Отчет с премьеры оперы Турандот смотрите в нашем следующем сюжете. С вами были новости Казанского федерального университета. Смотрите нас в понедельник и четверг на сайте universмотри.ru. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!